друзья приветствую роман из москвы прислал посылку в посылке образцы масла liqui moly top tech 4200 значит это long life 3 это не new generation не новое поколение масла так сейчас я покажу вам вот описание от романа так я прикрыл телефоном пальцем значит ведь автомобиль условия эксплуатации значит посмотрите какая высокая скорость 70 процентов было трассы с очень высокой скоростью 78 средняя скорость значит три баночки две баночки liqui moly и одна баночка на оригинальность попросил роман проверить mobile так этом сравнил он предоставил данный ну естественно сразу я обновлю спектр на заранее созданной болванки вот такой спектр данного масла сейчас увеличим область эстеров посмотрим сколько примерно эстеров здесь ступенечки видно ну да где-то 3 процента значит эстеров сохраняем сейчас подкорректируют данные которые как правило сдвигаются при обновлении спектра и посмотрим так смотрите сто шестнадцать процентов по противоизносным присадкам да тут большой уровень противоизносных относительно к стролу 030 так я выставляю этот уровень как сто процентов чтобы анализировать работку гликоль значит отрицательное значение уберу но и самое главное обратить внимание на кислотное щелочное число кислотное 205 я его оставлю в таком же виде учитывая три процента эстеров хотя может быть чуть-чуть может быть поменьше было бы вот и шесть с половиной щелочное но здесь однозначно надо будет крик нужно будет корректировка опять же при трех процентов уже уже необходима корректировка здесь я выставил 85 так заявляет сам производитель данного масла все сохраняю данные параметры ну и можно приступать проверки отработки значит это audi a6 bit turbo дизель двигатель сиди ю эй 320 сил шесть половиной литров объем картера ши около 60 тысяч пробега свеженький мотор значит пробег на масле шесть половин тысяч километров сто двадцать три моточаса и средняя скорость значит 70 процентов из этого пробега 78 километров в час так смотрите противоизносных присалок 66 процентов прибор намерил небольшое значит но в принципе нитрова не окисление все в порядке сажа не не высокая 0 3 3 десятки всего такой пробег нормальный уровень фото c так и смотрите самое здесь тревожное это рост кислотного до снижение щелочного не такое сильное но вот рост кислотного значит чуть выше чем обычно мы стали выяснять с романом я у него уточнял значит смотрите по заправкам лукойл газпром нефть око и шериф роман мне сказал что была одна заправка подозрительная 800 километров на не проехал с высокой скоростью получается скорее всего это шериф был вот и возможно что именно вот топливо низкого качества с высоким содержанием серы повлияло вот так на масло и еще один вариант значит высокая скорость высокая скорость на высокой скорости на высоких оборотах масло нагревается сильнее чем в городе и вот повышенная температура масло тоже может ускоренный окисление вызывать так давайте посмотрим сравнение ну кстати вот здесь по вязкости похоже что все таки влияла температура посмотрите есть минимальная процента наверно на 3 может быть ну так визуально 5 максимум загущение а это говорит о высокой рабочей температуре скорее всего вот скорость сильно повлияло на окисление масла да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимать колокольчик чуть позже скажу из угрозы и блокировки ютуба значит скажу где меня можно найти так смотрите ликви молитуб тег показатели которые были которые стали при таком условии эксплуатации значит масло выдержало бы 240 моточасов и практически 13000 километров вот о чем производители говорит при то есть когда говорят замена на значит на 15000 что при там при таких условиях эксплуатации вот 15 машин масло спокойно отходит и смотрите по нитрованию тоже как бы кстати но не очень видимо в норме воздушный фильтр 365 моточасов по нитрованию масло способно было выдержать ну а по по повязкости там вообще открытый космос там бесконечно учитывая то что здесь высокий крутящий момент и это дизель обычно значит шерстабилити тест актуален исключительно для дизелей высокой мощности на продленных интервалах так по крайней мере пишет инфиниум значит и я считаю что шерстабилити тест не актуален для бензиновых моторов то есть не можно на этом пункте не заморачиваться владельцам бензиновых двигателей да и дизелей гражданских тоже скорее всего это относится именно к коммерческому транспорту больше объемным дизелям где крутящий момент там за 2000 ньютон-метров значит но по маслу все понятно я думаю что если было бы какой-то более стабильная какая-нибудь база типа там мобил один я сп скорее всего масло бы выдержала больше но здесь видите тут тут один из вариантов повлияла заправка некачественная с высоким содержанием серы которая тоже подняла кислотное число но и второй вариант это все-таки скорость в высокая температура на трассе вы знаете да каждый 10 градусов повышения два раза ускоряет химические реакции а здесь по трассе при движении на более на высоких скоростях там 180 роман писал что 200 значит вернее сказал мне там масло может быть 115 120 спокойно я обращаю внимание это не температура антифриза это исключительно температура масла то есть антифриз на скорости быстрее отдает тепло через радиатор в атмосферу чем масло отдает тепло антифризу поэтому для очень мощных автомобилей устанавливают специальные масляные радиаторы которые охлаждают непосредственно маслом при движении на трассе значит вот такой тест получился благодарю романа за образцы за поддержку значит еще раз хочу сакцентировать внимание появились угрозы блокировки ютуба в россии поэтому ищите меня или в рутубе или на яндекс видео ну там дзен яндекс видео я уже создал два канала ищите как алдархосе подписывайтесь аватарка такая же в общем то я буду значит пока youtube работает сюда выкладываю но и параллельно если будут проблемы какие-то буду значит выкладывать на на тех платформах сначала новые видео ну и постепенно буду добавлять то что уже у меня сохранено там на винчестере там те эти видео которые были ну так на всякий случай единственное может быть в некоторых вопросах будет сложности с описанием не все помню но по крайней мере значит буду пополнять расширять и канал чтобы избежать рисков вообще остаться значит без 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 каналов значит благодарю еще раз романа желаю всем удачи и здоровья всем мира берегите себя и близких увидимся в следующих видео и на следующих платформах на других значит а теперь пока